Видимо, находки радиоактивной капсулы радуются не только металлурги, но и инвесторы. Кстати, о металлургах в этом выпуске и пойдет речь. В студии Никита Макаров это рынки сейчас. Коротко о конъюнктуре, которая складывается к текущему часу на рынках. В целом, царит позитив. За исключением FTSE 100, который торгуется плоско по отношению к закрытию предыдущего дня, буквально 0,06% теряет. Можно сказать, что не теряет ничего вовсе. И, возможно, подрастет совсем скоро вслед за остальными индексами. Позитив начался вчера еще на американских рынках. Там индекс широкого рынка S&P 500 прибавил более почти 1,5%. Сейчас фьючерсы проседают, но проседают незначительно. Напомню, что волатильность повышена перед заседанием Федеральной резервной системы. Оно продолжается уже второй день и сегодня вечером будет выдан вердикт. Скорее всего, по консенсусу с прогноза рынка, будет повышение ключевой ставки на 25 байсных пунктов. Но все ожидают выступления Джерома Паула, председателя на пресс-конференции после. И там уже будут ловить каждое движение уголков его глаз, чтобы сделать вывод о риторике, что же будет делать ФРС дальше. Ну а пока можно констатировать то, что январь закрылся плюс 6% по индексу S&P 500. И это, в общем-то, хороший признак, как пишет альманах трейдера. Это один из признаков того, что год будет хороший. Как прошел январь, так пройдет и весь торговый год. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, Морган Стэнли пишет, что если рецессии не будет в этом году, в 2023 году, то это вообще, говоря, плохо. Потому что не будет того очистительного механизма экономического, ради которого и затевалось повышение кредитно-денежной, повышение ключевой ставки, ужесточение кредитно-денежной политики. И в Соединенных Штатах Америки придется как можно дольше удерживать ставку на высоких уровнях. Это, на самом деле, для рынков и для экономики не очень хорошо. Позитив с американских бирж перескочил на азиатские. И индекс Nikkei закрылся на уровнях закрытия предыдущего дня. 0,07% добавил в Японии. Из интересных новостей в Японии прямые покупки госбандов Банком Японии в январе составили 23,7 триллиона йен. Это месячный рекорд. В Китае господин Си Цзэньпин сказал, что будет создан специальный механизм для стимулирования потребления. Рынки, естественно, этому радуются. Индекс Гонконгской биржи Хансен прибавил проценты 0,05. Индекс Шанхай Композит прибавил почти процент. То же самое можно сказать и про индексы голубых фишек Китая. Сейсай 300. В Европе тоже индексы торгуются на позитивной территории. Индекс ДАКС немецкий прибавляет 0,1. Евросток 600 прибавляет 0,17. Сложно сказать, насколько здесь царят радостные настроения. Хотя есть повод для позитива. Вышли данные по инфляции в еврозоне. И потребительские цены выросли на 8,5% по сравнению с январем прошлого года. Оценка по прогнозу была 8,9. И это хороший признак того, что инфляция замедляется. Но Европейский Центральный Банк, который вслед за ФРС будет принимать решение завтра. Сегодня мы увидим решение от Банка Англии. ЕЦБ, скорее всего, поднимет ключевую ставку завтра на 50 базисных пунктов. Несмотря на то, что инфляция замедляется, бороться будут с инфляцией дальше. Пока что Европейский Союз находится в отставании от кредитно-денежной политики ФРС. Но европейские акции тоже показали лучший, в общем-то, рекордный с 2015 года рост по индексу Евросток 600 с начала года. То есть за январь это тоже более 6,5%. В России, можно сказать, тоже оптимистично идет торговля. Совком Флот после публикации своих операционных результатов прибавляет 12%. Такой локомотив, хотя процент его в весе небольшой. КамАЗ прибавляет почти 8%, Крон прибавляет 11%, iFarmSynthes прибавляет 6,5%. Голубые фишки торгуются в незначительном таком расхождении. Газпром теряет 0,07%, рост нефти прибавляет 0,35%. В общей сложности наторговали плюс 0,8% по индексу МВБ. РТС добавляет 0,65%. Долларовая составляющая подрастает, несмотря на то, что рубль сейчас проседает по отношению к доллару. 70 рублей 14 копеек дают за доллар, 76 рублей 23 копеек дают за евро. На международном валютном рынке евро-доллар 1,08-1,09 практически близко к этому значению. Индекс доллара 102, и, наверное, это большие такие движения на валютном рынке. Что касается товарного рынка, то нефть торгуется плоско на спотовом рынке. 85 долларов с половиной за бочку бренд. Фьючерсы несколько подрастают. WTI по-прежнему стоит меньше 80 долларов. В моменте подрастает на 4% газ в Европе, но напомню, что из-за введения потолка на голландской бирже, биржа Айс переведет торговлю фьючерсами в Лондон. 1940 долларов за тройскую унцию дают по золоту, и уже которую сессию подряд продолжает расти железная руда. Вот не только про железную руду, но и в целом про сталь, про металлургов, про рынок стали поговорим с нашими экспертами сегодня. Прежде чем пригласить их в эфир, несколько важных, наверное, данных, которые поступили и поступают от разных СМИ. Производство стали в России в 2022 году сократилось на 7% до 71,5 миллиона тонн. При этом напомню, что прогнозы были, конечно, более драматичными и предполагали, что будет падение и на 20%, и на 15%. Данные, которые вы видите в таблице, они были опубликованы от Мировой Столевой Ассоциации, World Steel Association, опубликованы они 31 января. Общее мировое производство составило 1,8 миллиарда тонн, это на 4% меньше показателя 2021 года. В топ-10, кто смог нарастить производство стали, выбились Индия, плюс 5% год к году, Иран, плюс 8%. Естественно, самое большое, но здесь нет никаких удивительных выводов, производство на Украине сократилось на 70%. Падение НЛМК прогнозировали в РФ 15%, сама вот эта Сталевая Мировая Ассоциация прогнозировали 20%, потом улучшили до 6% падение. Северсталь сказали, что спад потребления на рынке стали около 3% к году. Ну и еще одна интересная новость, это экспорт железной руды в Европу из России за год упал в 4 раза, до 2,9 миллиона тонн, несмотря на отсутствие санкций. Что влияет на рынок, что ждет рынок стали, как удалось переориентировать, куда вся эта сталь теперь идет, рассуждаем. Вместе с нашим гостем с нами на прямой связи Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. Максим, добрый день. Добрый день. Максим, в каком вообще состоянии находится отрасль металлургии в России, в ЕС, почему ЕС перестал экспортировать железную руду? На самом деле цифры, которые вчера опубликованы World Steel, они даже несколько позитивные, потому что при всем том снижении, которое зафиксировано, 7% это кажется довольно крупной цифрой. Но на самом деле мы понимаем, что, например, в 2009 году, когда не было никаких ограничений торговых, у нас падение после кризиса 2008 года составляло 12%, и мы уходили за цифру ниже 60 миллионов тонн производства. Так что 71,5 миллиона – это довольно хороший уровень. Он, конечно, ниже рекордных цифр 2021 года, но, тем не менее, отчаиваться не стоит. А вот в Европе как раз можно задуматься над тем, что с ней происходит с ее старлетейной отраслью, потому что в том же самом отчете падение производства в Европе составило порядка 10,5%, и это 16 миллионов тонн. Ну, что, собственно, наверное, в большей степени и объясняет тот провал по экспорту железной руды в Европу, который действительно обсуждается со вчерашнего дня. И мы понимаем, что те объемы, которые просто не поставлены в Европу, они не поставлены не потому, что были какие-то ограничения, а в силу того, что просто спрос в Европе на железную руду кратно упал, именно в силу того, что они сами сократили производство стального проката у семян. Ну, это начало деиндустриализации или это следствие текущих конфликтов? То есть, насколько этот процесс глубок и что вообще в перспективе? На самом деле, снижение объемов выплавки стали в Европе, оно имеет довольно длинную историю. В начале 2000-х цифра была близка к 190 миллионам тонн. Сейчас мы видим там цифру на уровне 134 миллионов тонн. То есть, определенно, уход из Европы тяжелой индустрии, он прослеживался. Но, конечно, в этом году он показал абсолютный рекорд. И здесь это, наверное, немножко согласуется с теми зелеными планами, которые Европа заявляла в предыдущие годы. И действительно, видна тенденция на переход, на производство стали с высокой добавленной стоимостью. Это сложные инженерные стали, которые их требуют в объеме гораздо меньше, которые идут только в отрасли машиностроения. И похоже, что Европа выбирает такой путь специализации на производстве дорогой продукции, дорогостоящей продукции. С одной стороны, стратегия хорошая, но с другой стороны, мы понимаем, что в таком мире, где глобализация серьезно поставлена под сомнение большинством игроков, иметь вот такую узкую специализацию только в производстве высокомаржинальной качественной стали, ну это может стать стратегической уязвимостью в долгосрочной перспективе. Вот этот освободившийся рынок, будет ли вообще кто-то занимать Соединенные Штаты Америки? Или здесь настолько сильный разворот у Европы произошел, что в целом как бы и возврата не видно, и этот рынок, в общем-то, просто схлопнулся? Мы видим, что потребление в Китае все-таки снижается, внутреннее потребление, поэтому так или иначе объемы китайского проката должны будут находить где-то спрос. Сейчас мы понимаем, что с европейского рынка искусственно выдавлена Россия, но сохранились небольшие объемы на уровне поставок полуфабрикатов. Украина выдавлена по естественным причинам, и, соответственно, мы понимаем, что образовавшуюся нишу должен кто-то занять. Ну, в первую очередь, конечно, эта ниша будет больше всего интересна нашим ближневосточным соседям, это Турция и Иран. Но, опять же, Китай со своими огромными мощностями, скорее всего, будет на этот рынок нацеливаться. С другой стороны, будет ли такой объем спроса, который исторически был на европейском рынке? Пока что по итогам 2022 года падение 4%, что как бы существенно, но, опять же, это не является каким-то драматическим падением. Наверное, в 2023 году падение продолжится, поэтому, сопоставляя, в общем-то, не очень быстрые темпы падения спроса и резкий обвал собственного производства, наверное, надо говорить о том, что турецкие металлурги, иранские и китайские, они определенно получат максимальные дивиденды от сложившейся ситуации. Если говорить про Китай, вчера вышли данные по индексу деловой активности, сегодня вышел Кайксин, производственный индекс деловой активности. Понятно, что эти индексы растут вследствие того, что открылся Китай после локдауна, отменяет ковидные ограничения, и все больше и больше спроса. Мы видим, что растут фьючерсы на железную руду, и, как вы считаете, с одной стороны, вот есть рост спроса в Китае, с другой стороны, он не такой динамичный. С другой стороны, есть жесткая политика ФРС, которая сегодня, кстати говоря, будет прояснена на ближайшем месяце, и есть вот эта возможность рецессии, мягкой или жесткой посадки в одной из самых крупных экономик мира. Вот как вы думаете, куда качнется баланс? Сможет ли Китай с помощью роста спроса перевесить рецессию в США, или все-таки, если спрос будет сильно в США снижаться, то мы увидим стагнацию на рынке металлов? Ну, опять же, если мы говорим о краткосрочном моменте, то, наверное, риски того, что США продолжат повышать ключевую ставку, а значит, рецессия будет углубляться, они, наверное, все-таки перевесят тот некоторый оптимизм, который вы отмечаете по Китаю. Поэтому, наверное, в ближайшие 3-4 месяца ожидать какого-то резкого всплеска цен по руде я бы не стал. Я думаю, что будет некое восстановление цен к тем уровням, который мы видели в 2021 году, но существенного скачка не ожидал бы. А все-таки, насколько я понимаю, консенсус сходится к тому, что США не смогут долго поддерживать политику высоких ставок, и уже к концу этого года вынуждены будут так или иначе ослаблять, что называется, вот это жесткое давление на фондовый рынок, и, соответственно, давать больше ликвидности. И это, разумеется, в купе со всеми остальными факторами, если не произойдет какого-то масштабного глобального кризиса очередного, то это, наверное, должно поспособствовать тому, что цены на комодитис и железную руду, в том числе, они должны начать движение вверх, потому что инфляционные процессы вряд ли будут остановлены вот теми действиями, которые сегодня предпринимают в западные центробанки, а значит, они будут продолжаться, значит, сырье будет так или иначе дорожать. Да, спасибо большое. Здесь с вами соглашусь, что когда Соединенные Штаты Америки все-таки перейдут к смягчению кредитно-денежной политики, то комбинация спроса в Китай и в США у нас как раз будет давать приятный, наверное, для металлургов совокупный спрос, который будет двигать металл на фьючерсном рынке вперед. А если отойти от глобальной картины и сфокусироваться на локальной картине в России, есть ли вообще потенциал у внутреннего рынка, например, за счет строительства или за счет каких-то других программ повысить спрос на металл внутри? Что могло бы позитивно быть для наших отечественных металлургов? Для наших металлургов, конечно, некоторым таким неприятным моментом выступает тот момент, что вот те программы льготной ипотеки, которые поддерживали строительный рынок, они сейчас, скорее всего, будут сворачиваться, потому что сейчас стоимость метра стала уже, в общем-то, не по карману львиной доли граждан страны, поэтому здесь, к сожалению, я думаю, что в строительном сегменте какого-то дополнительной поддержки на ближайшее время не будет. Что касается сегмента машиностроения, то здесь, вероятно, будут программы ипотозамещения так или иначе работать, плюс развитие инфраструктурных проектов. Суммарно, если все это посчитать, то, наверное, некоторое снижение строительного сегмента может быть компенсировано как раз повышением спроса в машиностроении и в строительстве инфраструктуры, но в целом по 2023 году рост потребления, я бы, наверное, не ожидал, скорее, это перспектива более далеких периодов, 2024-2025 годов, когда так или иначе у нас стабилизируется ситуация в стройке, ну и плюс, возможно, у нас потребуется дополнительный объем проката пострадавших от специальной военной операции, которая сейчас проводится. Спасибо большое. С нами на прямой связи был эксперт, независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Как раз затронули очень интересную тему. Это тема российских металлургов. И если говорить про них, речь, конечно, идет про черную металлургию. Это НЛМК, ММК, Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь. Наверное, частично затрагивает это и Мечил. Коротко мы также и поговорили о том, что и строительство, конечно, будет затронуто в какой-то степени. Но, наверное, проблема с тем, как анализировать российских металлургов, заключается в первую очередь с отсутствием какой-то отчетности, по крайней мере, полноценной отчетности, которая могла бы позволить нам сравнить их с своими конкурентами по каким-то мультипликаторам. С другой стороны, есть мультипликаторы у западных, у американских компаний, которые публикуют отчетности. И вот здесь стоит выделить добытчиков, майнеров, которые показывают отчетность этой BHP-группы, и Риотинта, и Вейл. В принципе, по показателю P&I, цена по отношению к чистой прибыли, они выглядят неплохо, и есть хорошие показатели с 4,10 у Вейл. Есть, можно посмотреть, и чисто сталелитейщиков на рынке США. Это и Steel Dynamics, и Cleveland Cliffs, и United States Steel Corporation. Здесь тоже есть интересные идеи. Но как относиться к этому инвестору, давайте обсудим с нашим следующим экспертом. Александр Сайганов, руководитель аналитического отдела Invest Heroes, к нам присоединяется. Александр, добрый день. Добрый день. Мы завершили с предыдущим спикером обсуждение на том, что у российских металлургов, скорее всего, не будет перспективы до 2024-2025 года. В силу разных причин. Льготная ипотека заканчивается 31 июля, и восстановление, наверное, будет только через год-два. Вы согласны с такой оценкой? Да, согласен. В первую очередь из-за строительного сектора. То есть это то, что сейчас, грубо говоря, оставляет палки в колеса. Если говорить про российских металлургов, НЛМК, ММК, Северсталь, они находятся по котировкам ниже не просто уровней 24 февраля, они провалились еще ниже, когда была вся история с НДПИ. Можно сказать, что эти уровни привлекательны, или пока не стоит заходить в эту историю, стоит подождать? Я считаю, что стоит подождать. Здесь важно сказать, что такое же мнение придерживалось в декабре, когда мы в последний раз говорили на эту тему. Да, действительно, за это время козировки Столиваров показали рост, но, собственно, фундаментальных каких-то новостей для отрасли не выходило. Соответственно, рост этот связан, в первую очередь, скорее, с жадностью рынка. То есть, если обратить внимание, сейчас большинство акций, в том числе третьего эшелона, стреляют некоторые по 10-15% в день. Это, как правило, свидетельствует о том, что рынок в таком возличном оптимизме сейчас находится. Конкретно по Столиварам, по нашим оценкам, получается так, что если смотреть EBITDA не прошедшего года, а 23-го года, то они уже торгуются в районе 8 EV EBITDA. То есть, это 8 годовых EBITDA. Это очень много для сектора, который обычно торгуется в районе 4. Соответственно, вероятно, рынок их высоко оценивает, ориентируясь на старые результаты 2021 года, когда цены на сталь были существенно выше текущих уровней. Ну, или ориентируясь на предполагаемые результаты 2022 года. Напомню, что в первой половине 2022 года цены на сталь были существенно выше, чем сейчас, мировые. То есть, порядка в два раза выше, соответственно, прибыли были кратно выше, чем сейчас. Мы ждем более чем двукратного падения прибыли из сектора в 2023 году из-за уже фактически произошедшего снижения мировых и внутрироссийских цен на сталь. То есть, это даже не прогнозы будущих спадов, это то, что и так уже сейчас реализовалось. Получается, что и в случае с металлургами, как и в случае, например, с большими технологическими компаниями, нужно ждать смягчения кредитно-денежной политики в США, чтобы к спросу в Китае добавился спрос в самой крупной экономике мира, и тогда вот совокупный такой мировой спрос потянет цены вверх. И это не раньше завершения 2023 года. Правильно я понимаю эту логику? Ну, насчет тайминга, здесь можно разные вещи смотреть в споре. Здесь нужно будет смотреть на оперативные данные. То есть, конкретно в ближайший квартал-два квартала, то есть нет, скорее всего, этого пока что не произойдет. Пока что идет цикл ужесточения денежной кредиты в политике. Но совершенно согласен с вами, что с началом цикла смягчения будут, ну, как минимум, уже индикаторы, то есть сигнализирующие о том, что спрос в США может начать расти. И, естественно, это будет позитивно. То есть сейчас, если смотреть на глобальную экономику, то есть проблемы со спросом идут со стороны Европы, в первую очередь. Во второй очередь, потенциальные проблемы, которые, скорее всего, раскроются в ближайшем квартале, это проблемы со стороны спроса в США. Если говорить про компании, которые сейчас могут быть интересны, могут ли быть интересны для инвестора компании США? Речь идет про те, которые торгуются на биржах США, потому что Rio Tinta оригинально, конечно, не из США, но вот Rio Tinta, VL, BHP Group, или все-таки чисто американские компании, которые занимаются сталью, United Steel, Cleveland Cliffs, Steel Dynamics, могут ли они представлять интерес для российского инвестора через Санкт-Петербургскую биржу? На самом деле, в этом плане, можно сказать, чем сейчас похож глобальный рынок на российский, это тем, что достаточно оптимистично рынок оценивает как раз там Столиваров и ряд Металлургов. В принципе, в цены не закладывается вероятность того, что впереди может быть рецессия, в результате которой из-за слабого спроса цены на металлы обычно либо стагнируют, либо снижаются. Но, тем не менее, на рынке США действительно есть интересные компании, то есть, на наш взгляд, наши команды, один из интересных таких игроков – это Levent, это ставка на литий. То есть, литий – это, по сути, металл, который находится в структурном дефиците. В 2023 году он дефицитен, в 2022 году был дефицитным, а с 2024 года ожидается даже увеличение дефицита, потому что спрос растет достаточно быстро со стороны электрокаров и всех проектов, связанных с зеленой энергетикой. А при этом предложение лития расти быстро не может, ввиду отсутствия большого количества проектов, которые занимаются в торпичи лития, и большого срока, которые необходимо… Да, мы тут с вами так резко и легко перепрыгнули с черных металлургов на цветных. Понятно, что цен, наверное, сейчас получше себя чувствует на другие цветные металлы, на палладий, на платину. Что касается литии, наверное, да, здесь с вами соглашусь, особенно с вектором, который Соединенные Штаты Америки тоже ставят в главу угла, особенно с политикой президента Байдена и с субсидированием как раз зеленой энергетики. Да, спрос на литии плюс рост продаж электромобилей, это все будет, конечно, делать спрос на цветные металлы более высоким, чем на черные. Спасибо, я понял вашу позицию по черным металлургам, тогда будем ждать как раз решения ФРС и посмотрим, куда будет двигаться дальше кредитно-денежная политика США. От этого зависит спрос, а значит и цены на металлы. С нами был Александр Сайганов, руководитель аналитического отдела Invest Heroes, пообщались как раз по металлам. Напомню, что из интересных событий сегодня и, наверное, одним из самых главных, это решение по ключевой ставке, нет, не Банка Англии, но это тоже сегодня будет, а именно Федеральная резервная система в США сегодня вечером, по московскому времени в 9 вечера и потом позже будет выступать Джером Пауэлл на пресс-конференции, там уже менее понятно, что он скажет, там уже будут все следить за риторикой. Обязательно все это проанализируем в вечерних выпусках и завтра по итогам, поэтому будьте в рынке вместе с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова